В том, что Севастополь развивается, сомнений нет. Позади меня находится стройка культурного кластера в городе Герои, самый южный из четырех кластеров, строящихся по поручению президента страны. Еще три таких же будут находиться во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Площадь здания Севастопольского театра оперы и балета будет составлять более 62 тысяч квадратных метров, а его высота от 37 до 52 метров. Большой зал будет вмещать 1100 зрителей, малый – 200. В театре также будет ресторан на 350 посетителей. Завершить строительство театра должны в 2023 году, а чуть позже появится современная художественная галерея. В состав культурного кластера также входит Академия Хореографии. Вот она. На данный момент ее готовность составляет 55%. Здесь будет настоящая кузница артистов балета, ведь именно для них строят учебные и танцевальные классы, зрительный зал, бассейн и спортзал. Известно, что спальный корпус на 250 мест будет разделен на общежития для учеников старше 14 лет и интернат для детей от 10 лет. Уже в июне в Академии пройдет первый набор детей, окончивших начальную общеобразовательную школу. За 8 лет они смогут получить здесь среднее профессиональное образование и специальность – артист балета. А при желании – высшее образование в области педагогики танца. Ну что, уже ждете завершения такого масштабного проекта? Лично я – да. Уже хочется поскорее посмотреть какой-нибудь спектакль в таком по-настоящему современном театре. С вами был Иван Рева, новости города-героя. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. А теперь внимание. Конкурс «Мы» совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» приготовили подарок на День влюбленных для него и для нее. Напиши в комментариях, за что ты любишь Севастополь. Автору самого лучшего комментария мы подарим два билета в кино или театр. Присоединяйся!